Совсем недавно Лёше были недоступны даже самые простые и недолгие движения руками. Когда в январе 2018 года съёмочная группа Восьмого канала встретилась с мальчиком впервые, он с трудом выполнял специальные упражнения. Но уже сегодня Лёша добился первых серьёзных успехов в борьбе с тяжелейшей травмой. Лёша – воспитанник коррекционной школы-интерната города Находки. Его родители умерли несколько лет назад. Прошлым летом мальчик сорвался с тарзанки, падение обернулось трагедией. У Алексея закрытый перелом позвоночника и полный паралич ног. В ноябре 2017 года Лёша поступил в Краевой клинический центр во Владивостоке. Его состояние было крайне тяжёлым. Развелись пневмония, туберкулёз, образовались пролежни. Врачи центра активно занялись реабилитацией. Однако восстановление шло медленно. Требовалась терапия иммуномодулятором пентаглобина, платить которую тогда помогли читатели Росфонда. И сегодня Алексею Стуклову вновь необходима помощь. В настоящее время программа реабилитации наша ориентирована на то, чтобы его сделать максимально мобильным, чтобы он мог сам себя обслуживать, сам мог пересесть, повернуться в кровати, независимо от посторонней помощи. Курс лечения и реабилитации необходимо пройти в специализированном медицинском учреждении, где есть оборудование и обученный персонал для работы с пациентами с подобными диагнозами. Лёше требуется комплексное лечение с курсом специализированного массажа, ЛФК, гимнастики, мануальной терапии, иглорефлексотерапии, физиолечения. Мальчик уже сам садится, у него восстановились функции рук. Однако реабилитацию обязательно нужно продолжать. Мы очень хотим в самое ближайшее время пересадить его на коляску, чтобы возить его непосредственно в наш центр реабилитации, где возможности технические использования специальных тренажеров ещё быстрее дадут этот результат. Поэтому все наши усилия на это направлены, чтобы максимально быстро его сейчас усадить. Во Владивостоке курс можно пройти в медицинском центре ДВФУ, но он не может быть проведён по полису ОМС. Его проходят исключительно на платной основе. Поэтому директор школы-интерната, где воспитывается Алексей, вновь обращается за помощью в Росфонд. На реабилитацию необходимо собрать более 150 тысяч рублей. Чтобы помочь Алексею Стуклову, необходимо отправить сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Лёши о выздоровлении станут реальностью. А как думаешь, если сейчас-то 10 дней реабилитации прошёл, если ещё больше чуть времени пройдёт, тебе станет попроще уже в коляске? Да. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим трампунт медицинского центра «САНОС». Дмитрий Сухоруков. Субтитры создавал DimaTorzok